ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я раздавал Евангелие один, ну здесь я совершил ошибку, и меня остановили сотрудники милиции, стали вот чуть наручники на ней не надели, стали утверждать, что я какую-то пропаганду раздаю. Я раздавал Евангелие, я показал по благословению патриарха Кирилла, вот Евангелие. Как мне надо было действовать здесь? Что мне надо было говорить и как в каких ситуациях вообще действовать? В первую очередь не надо выходить было. Порядок один. Это должен знать священник и попросить благословения. И у вас должна быть бумага о том, что ваша церковь зарегистрирована. На одной стороне регистрация отдела юстиции, а на другой, что вы прошли полный курс обучения и вас священник благословляет. А они не благословляют, они не дают. Я спрашиваю. Тогда вопрос отпадает. Тогда то, что регистрации надо достать, хотел показать, что ваша церковь зарегистрирована в отделе юстиции. Они смотрят за порядком. У них норма такая проверять. Они для того и существуют, эти органы. Чтобы был порядок у нас. Потому что всякие есть люди, которые несут под видом добра зло. И они пресекают это. Вот так. Но если вы были известный человек, тогда бы только паспорт с собой надо иметь, показать, что требуется. Но вот мы сразу выдали документы. 18 человек у нас получили. И теперь, если полиция подходит, им показали только, они откозыряли и пошли дальше. Все. Без этого нельзя. Ну, такой порядок. Порядок. Вот, допустим, ты на машине едешь, а у тебя прав нету. Они могут тебя остановить и штрафовать тебя, и машину загнать, где ты ее не скоро достанешь. Ну, порядок. Да должен быть в стране. Они за этим наблюдают. Это как там яровая такая депутата, она подняла этот вопрос и приняли такие вот решения. Ну, некоторые говорят, ну, теперь зажали. Я говорю, ничего не зажали. Мы-то уже сразу получили в отделе юстиции, что мы регистрации есть, сфотографировали. Дальше на ксерокопии сняли. А на другой стороне на каждого документ, что он прошел полный курс обучения. Я вот вел занятия в университете, и мы всегда выдавали людям такие документы. А так ты идешь, что ты говоришь? Кто тебя проверять будет? У нас священники этим не занимаются. Они не благословляют нам в благовестии. Они говорят, это не нужно. Дома сидите, молчите, и сихазы не занимаетесь. Ну, так могут говорить только враги Христова. Христос говорит, Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я скажу, да как это сказано апостолам? Нет. Деяние апостола, 8 глава, 4 стих говорит о рассеявшихся мужчины, дети, все проповедуют. Деяние 8,4. 8,4? Да. Деяние. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слова. Все. Это женщины, дети, апостолы остались в Иерусалиме, самое трудное место. А везде эти, пошли по деревням, по дорогам, везде. И стали свидетельствовать рассеявшихся, которых разогнали. Это как костер разбросали, а куда угли упали, там загорелось все вокруг теперь. Это образное выражение. Ну, вот так. А что мне говорить надо было в такой ситуации? Вот как себя вести? Ну, как вы сказали, показали. Скажите, что мы православные, но опять доказать надо. Сказать, сказать можно. Как священник. Это любой может наложить. Правильно, это все хорошо, но надо, ну как, без бумажки таракашка, а с бумажкой человек. Ну, вот и все. Я не знаю, к нам подходят иногда. Один раз подошли, а потом узнали, что мы одинаков все есть. Они никогда не подходят. А мы подходим им сами к ним, полиции-то и дарим, они благодарят. Тем более, жирный шрифт по благословению патриарха Кирилла напечатан. Это очень удобно. Но мы тут раздаем еще и маленькие разные брошюрки. Там, что познай Господа. Они бывают не православные, но очень хорошо написанные. Мы не пренебрегаем этим. Вот и все. Работать надо, ревнуй о деле Божьем. А если пострадаешь, благодари Бога. Наручники, это не означает, что плохо. Это означает, они в тебя видели человека. Человека, который зло не распространяет, а за добро арестован. Ты за Христа страдаешь-то. И написано таковых, награда на небесах великая. Господь говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас. Так что радуйся. Но сначала подойди к священнику. Скажи, мне нужна бумага, благословение и все. Да, я тебе хочу говорить. А мама зашла просто. Ну мама так призабьет сюда, с мамой ты и поговорил. Да это бесполезно, она не будет разговаривать. Она с Владимиром Пащенко уже говорила. Она уже говорила, бесполезно просто. Да почему же бесполезно-то? Очень даже полезно. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Ко мне очень хорошо относятся матери, детей. Там даже в ГТРК заказали песню для меня, чтобы спели. Ну у меня мама совсем другой человек. Да мы все другие, все другие. Что ты так? Ты с ней поговори, вот так вот выйди с ней, мы побеседуем. Так. Она же видит, что ты не пьяный валяешься, не обкуренный. Помогаешь все. Разве это плохо? Ты только вот когда утром молимся и когда не пропускай, всегда на молитве старайся быть. На молитве, когда дозвон идет. И стоим молить. Молитвы считаются. А я отдельно молюсь, своими словами, как бы отдельно. А отдельно нет, надо вместе. Желательно. Господь говорит, где двое или трое, соберутся во имя мое. Там я посреди них не сказал, где один, а двое или трое. А чем больше, тем лучше. Вот маленькие ручейки сливаются, уже река. А река, она все снесет, все щепки. Все понял. Ну, все тогда. Да, Игорь Тихонович, мне с мамой вот я разговаривал, сказали, она отпустила меня в Потеряевку, она разрешила. Ну, ты теперь через этого, через Вячеслава узнавай, что нужно, как нужно, когда. Один не езди, под каким видом. А мы уже договорились. Я сейчас деньги, у меня 50% уже накоплено. Ну, давай копи, копи дальше-то. Копейки, книги купишь, у тебя все книги будут. Все, хорошо. Книги готовятся к изданию у нас, проповеди во свете Святой Библии. Шесть томов будет. И каждый том будет примерно по 1150 страниц. Угу. Вот ага. Ну, все тогда, давай, с Богом, хорошее известие, давай. Больше еще нету? Нет, Боль, нет. Отошел, отошел, у меня некогда. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...